Отсюда вся Россия, видно именно так говорил Василий Макарыч Шукшин. Это гора Пикет. И здесь сегодня вся Россия. Участники фестиваля приехали от Москвы, Ханты-Мансийска, Омска, Кемеровской области, Белгорода. Сегодня с Росках подходят к концу шукшинские дни на Алтае. Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля начали собираться задолго до его начала. На входе их ждала всероссийская выставка-ярмарка «Чудики». Где свои работы представляли народные мастера. Полюбоваться, а кому особенно понравилось приобрести, можно было плетеные тапочки, артельные куклы и музыкальные инструменты. К примеру, преодолев 4000 километров, Анжела Каменева привезла на Алтае коллекцию белгородской керамики. Девушка создает амулеты, статуэтки и мини-картины. Особенность именно в покрытии. Кстати, она очень созвучна Алтайскому краю, потому что я немножко посмотрела Алтайский край и видела, какие удивительные камни вокруг реки Катуни, какие красивые горы у вас. И вот специально с этим намерением создавала эту удивительную керамику. А не так давно девушка познакомилась и с творчеством Василия Шукшина и влюбилась в него. Сейчас, опять же, нет этого человека, но благодаря ему этот край, эта земля известна и притягивает такое большое количество людей. Если события в мире, все пространство хочет разъединить людей, то как раз фестивали и вот такие праздники – это самое лучшее, то, что может соединить людей. А вот Надежда Черкасова приехала к нам из Тульской области и привезла артельные куклы. Их в 20-е и 30-е годы прошлого столетия по заказу для экспорта изготавливали разные ремесленные объединения. Сейчас же многие коллекционеры и создатели кукол возрождают традицию их создания, но уже для российского покупателя. Очень хорошие люди здесь, замечательные. Я была в Барнауле и в Бийске. Хорошие города, тихие, спокойные. И вот очень люди хорошие. Может, нам переедете? Нет, Тулы мне нравятся. Ну, о любви к Алтае говорили все без исключения звездные участники фестиваля, в том числе и дочь Василия Шукшина – Екатерина. С ее участием, а также московскими и зарубежными специалистами, преподавателями Бийского педуниверситета прошел круглый стол, посвященный творчеству алтайского писателя, подобного которому прежде не было. И еще одна особенность фестиваля – участие в нем непрофильных высокопоставленных лиц. В частности, на пикет вместе с губернатором края Виктором Томенко прибыл и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, он всегда мечтал попасть в сростки. А тут как раз рабочий визит совпал с фестивалем. С положительной стороны удивили его и местные жители. Я сегодня, кстати, мой любимый рассказ срезал. Я сегодня в практике это почувствовал. Мы подошли сфотографироваться с группой молодых людей и сфотографировались с ними в национальных костюмах. Я представился, говорю, меня зовут Михаил. В ответ молодой человек лет 16 мне сказал, меня зовут Кирилл Олегович. Срезал вообще на 100%. Поэтому атмосфера та, что нужно, великолепная. Ну кто сказал гармоний в моде? Кто сказал, что счастье понимает, который находит, который... Но все в голову эту гармонию свою... А Виктор Томенко посетил ярмарку «Чудики» и выставку в музее-заповеднике имени Шукшина. Это целый комплекс мероприятий, которые в течение пяти дней еле-еле умещаются в обычное время суток, чтобы их провести больше 60 разных мероприятий. Встречи с литераторами, мастер-классы, лаборатории музейные, знакомство с работами народных мастеров, просмотры фильмов. В этом году и в том числе деловая программа была очень интересная. А на горе пикет. Кульминация фестиваля и награждение авторов лучших фильмов 25-го Шукшинского кинофестиваля. Всего на конкурс было представлено 42 картины, в том числе полнометражные, короткометражные и документальные. Гран-при фестиваля удостоена лента якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Фильм погружает в реальные события прошлого века, экспедицию по Якутии и удивительную дружбу этнографа Ивана Попова и местного крестьянина. По мнению жюри, картина берет за душу, да так сильно, как в произведениях Шукшина. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.